Для Сыгдовкарских трибун это был не просто первый домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом. Настоящий праздник любителей русского хоккея. Здесь встретились сразу несколько поколений болельщиков легендарного строителя. Сама же ледовая дружина пристала обновленной. Команда Эскоми – одна из самых молодых в этом сезоне. Сыгранностей явно не хватало. Инициативу в первом тайме взял новосибирский Сипсельмаш. Гости открыли счет на 14-й минуте. На перерыв соперник ушел уже с тремя мячами в активе. А нам же свой первый гол в этой игре удалось забить лишь во втором тайме. Мы столько создали сегодня моментов. Мы создаем в каждой игре очень много моментов. Но реализация у нас хромает, честно говоря. В этом компоненте мы тоже будем даже с понедельника отрабатывать выход в один-в-один, забивать голы, наиграть связки. Потом мы заметили, как обратили по этой игре, у нас есть небольшие проблемы с верховыми передачами, конечно же. Мы будем отрабатывать этот прием. А еще в первом тайме нам не повезло с погодой. Играли против ветра. И мяч предательский летел мимо ворот соперника. Отметили это и гости. У них на игру были, конечно, свои задачи. И, как сказал главный тренер Олег Чубинский, команда их выполнила. Но претензии есть. Как-никак глобальная цель попасть в тройку требует отдачи в каждом матче. Сейчас новая формула. Первая, вторая, третья выбирает соперника. Так что не важно, какой займешь, четвертый или восьмой, тебя все равно будут выбирать. Поэтому залезть в тройку, это, в принципе, ну, как говорится, желание есть, но посмотрим, какие наши возможности. Уже сегодня на своем льду строитель встретится с уральским трубником. В активе соперника уже есть победа чемпионата. А потому нашей ледовой дружине пригодится помощь домашних трибун. Вход на игры сезона для сыктывкарских болельщиков будет свободным. Константин Куратов, Виктория Палкина, Елена Красильникова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген, Сыктывкар.